Привет, друзья! С чего я хотела начать-то? Я же хотела с чего-то начать это видео, но уже забыла, потому что надо всё записывать. В общем, всем привет! И это видео о том, что новенького произошло у меня в жизни. Надеюсь, что я не очень темно выгляжу, потому что у нас солнце с западной стороны сейчас, и комнаты не очень сильно освещаются, а смысл включать верхний свет нету, потому что будет вообще жуть. Поэтому я вот так вот буду. Я хотела вам что рассказать? Хотела рассказать, что... какие у меня произошли новости, какие изменения произошли в моей жизни. И хотела бы немножко пооткровенничать. Может быть, просто не все об этом знают, но мне кажется, я должна об этом сказать, потому что я меняюсь, канал меняется, и могут возникнуть вопросы, а почему так происходит. И чтобы таких вопросов не было, для этого я снимаю это видео. Вот. И ситуация такая. Знаете, когда вы отдыхаете на природе, даже не важно, где вы находитесь, в отпуске или просто поехали в кругосветку, или там, неважно, что вы делаете, вся суть в том, что вы отсутствуете в своем доме, где вы живете каждый день, в течение длительного времени, и пребываете вы на природе. И вот что я хочу сказать, что природа очень хорошо прочищает мозги. Кто, может быть, не знал, может быть, догадывался, может быть, слышал из каких-то моих междутекстовых видео, что весь предыдущий год, то есть, можно сказать, что с момента создания канала, ну, наверное, не совсем с момента создания, чуть попозже, ну, практически год, я находилась в глубочайшей депрессии. Просто дальше просто некуда было. И для меня канал, да, потому что это началось чуть попозже, после создания канала, то есть, я где-то вела канал около двух месяцев, и потом я оказалась в бездне очень глубокой, и не могла оттуда выбраться, наверное, целый год. Ситуации совершенно разные, то есть, ну, я бы не хотела сейчас вдаваться в подробности, там было много факторов, которые на это повлияли, но я не смогла самостоятельно выбраться из этой ямы, и мне не с кем было об этом пооткровенничать, чтобы, как бы, получить какую-то поддержку, что ли, моральную. Не было у меня такого человека, с которым бы можно было, ну, настолько откровенно поговорить, чтобы все вот без прекрат. Вот, и мне пришлось со всем справляться самой, и на это ушел целый год, и я очень рада, что я так и не выбралась за лето в Москву, потому что пребывание на природе с полным отсутствием какой-либо цивилизации, я имею в виду интернет, телевидение и прочее такое, и телефония тоже, потому что там у нас очень плохо ловит. Оно, вот это пребывание, оно поспособствовало в моей жизни прочистке полнейшей, прочистке мозгов. И в итоге вот для меня это привело к тому, что я полностью, кардинально пересмотрела, переосмыслила вообще свою жизнь, свое мироощущение, мировосприятие, свое, как бы, как сказать, свое существование в этой Вселенной. То есть на многие вещи я сейчас стараюсь закрывать глаза и просто об этом не думать, потому что если я начну об этом думать, опять начнется депрессия. Вот, я к тому говорю, что немногие знают, что я была в глубокой, будем говорить откровенно, на жопе, из которой я не могла выбраться. И мне нужно было, как бы, проанализировать все, что происходило. И вот пребывание на даче два месяца, оно помогло мне выкарабкаться. И сейчас я совсем другой человек, я иначе смотрю на то, что происходит вокруг меня. И, как вы заметили, я изменила название канала, то есть я его сократила. По сути, смысл от этого не поменялся, потому что канал обо мне, и он так и остается обо мне. Просто сократила я его до своего псевдонима. Что я хотела добавить? Поток мыслей смыл основную мысль. В общем, пребывание на даче, как вы уже многие, наверное, видели, а может быть не видели еще этих видео, я делала обзор на прочтенные книги, которые произвели на меня впечатление в этом году. Я делала обзор на просмотренные фильмы, которые тоже отложили свой отпечаток в моей жизни и как бы перевернули ее с ног на голову, и поставили меня твердо на ноги, и я начала понимать вообще, что происходит. Я хотела сказать, что так как началось это все немного спустя, после создания канала, то я скорее, наверное, прикрывалась каналом, то есть это для меня была такая отдушина, куда я могу вылить свои эмоции, свое настроение, попытаться его сделать позитивным. То есть какие-то были вылазки, поездки на выставки, на природу. Я тем самым пыталась заглушить свою грусть, которая во мне просто увеличивалась, 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 и вот в этом году она достигла просто края и выплеснулась снаружи. И вот промывка мозгов на природе, где нет никакой цивилизации, она мне помогла. И она вытащила меня на поверхность. Я сейчас иначе смотрю на все, как я уже сказала. И, собственно, за изменением названия, скорее даже не изменением, а я просто его сократила, вслед за этим последует несколько изменений, то есть некоторые видео, некоторые категории видео исчезнут навсегда. Я больше такого плана видео снимать не хочу. Вы сами в процессе это заметите, что какие-то определенные категории видео, они исчезнут. И я такое снимать больше не буду никогда. Это уже не мое. И взамен, то есть, как бы наоборот, появятся некоторые другие видео, которые я раньше никогда не снимала, но для меня это интересно, актуально, и я бы хотела попробовать такой типаж видео, что ли, так сказать. Как вы знаете, я уже вернулась в Москву, то есть на постоянной основе я переехала. Я уже не на даче. На даче, если будет что-то сниматься, то это будет только по выходным. И сейчас я ищу работу. Это такая основная новость в моей жизни. Когда я, наконец, просветлела, я поняла, что я к этому готова. Я созрела. Я пока даже не знаю, только в какой области мне ее искать. Но пробую разные варианты, хожу на собеседование. И вот сегодня у нас вторник, 12 сентября. На прошлой неделе у меня было одно из таких собеседований. И в эту фирму, фирма довольно известная, довольно крупная. Пока не буду говорить, какая. Но с завтрашнего дня на 3 дня, то есть это среда, четверг, пятница, у меня стажировка в этой фирме. Ну, естественно, бесплатно. И я, в принципе, к этому готова. Не знаю, понравлюсь я им или нет. Покажет, как бы, практика. Вот. Но скрестите за меня пальчики, подержите кулачки. Я надеюсь, что все получится. Правда, немножко побаиваюсь, как перед экзаменом, потому что уже больше года я не работаю. И страшновато, что вдруг что-то не получится, и я не подойду, меня не возьмут. Вот. Вторая такая новость, не новость, это скорее даже не новость, это скорее негативная новость, но пока тоже без особых подробностей. Я ходила в поликлинику, у меня начались, как бы сказать, неосложнения, но, в общем, осложнения со спиной, но я говорила еще в прошлом году, что у меня спина болит. И у меня началось онемение конечностей. Вот. И я пошла в поликлинику. С понедельника мне нужно пройти обследование, и потом будет ясно, почему это происходит. Но предварительно врач сказала, что это связано с моей работой. Ну, то есть с моей работой, которая уже давно не является моей работой, то есть я уже два года как этой работой не занимаюсь, но вот это как бы отголоски этой самой работы. То есть, видимо, все-таки чего бы в жизни вы не хотели добиться, всегда на первое место ставьте свое здоровье, а потом уже все остальное. Вот. Еще сегодня, не знаю, тоже третье. Так что я просто к тому, что я не знаю, возможно, вероятно, я не хочу как бы об этом думать, потому что всякое может быть. не хочу думать о том, что меня могут положить в больницу, потому что я никогда там не была, я вообще боюсь больницы, не люблю их. И, ну, я даже мысли такой не допускаю, я постараюсь все это исправить как-то иным путем. Но на уколы все-таки придется ходить, и не очень это дело приятное. Вот. И новость такая тоже, не очень-то веселая новость. Семечки мне больше есть нельзя, потому что портятся зубы. Сегодня я была у своего зубного врача. Мне переделали две пломбы, слева и справа. И почистили зубки, но имею в виду, убрали зубной камень. И после чего стало понятно, что семечки мне есть нельзя, потому что в 10 на нижних зубах, на двух первых нижних зубах, прям выбоинки. И мне мой врач сказала, что ага, ты семечки, да, грызешь? Я буду тебя ругать за это, и все. И вот сказано мне, в общем, семечки мне нельзя, и у меня полностью практически стесался с правой стороны шестой зуб. Нет, не шестой, седьмой зуб. И, ну, где-то год, может быть, два он еще продержится, но больше там нету его. То есть, как бы, стенок самого зуба, ну, то есть, изначального зуба стенок уже не осталось. Практически 85% это это самая пломба. Вот, то есть, от самого зуба осталось очень мало. и если я не буду делать коронку, то мне придется делать съемную челюсть. Вот, к этому как бы все идет, если я не сделаю коронку. Так что, когда, знаете, вот тоже я это к тому рассказываю, даже, ну, может быть, будет непонятно, почему я так откровенничаю. Я это к тому тоже говорю, что, вот правильно говорят, все болезни от нервов. И за этот год я приобрела себе кучу болезней, вот, находясь в этой депрессии, в каком-то, в каком-то состоянии вечного переживания. Я приобрела себе кучу болезней. Я поправилась на 20 килограммов. и у меня пропал блеск в глазах. Понимаете, интерес к жизни пропал из-за того, что я находилась просто в какой-то жопе, в какой-то жуткой депрессии. Вот. У меня тут солнышко освещает, не знаю, как поудобнее сесть, чтобы и тень не слишком падала, и чтобы меня было видно. Вот. В общем, я к тому говорю, что сейчас, когда я наконец выбралась из этой жопы, я понимаю, что я очень сильно себя запустила. я практически наплевала на себя, и сейчас мне нужно как-то из этого выбираться. Ну, первое, зубки я починила, да, на работу устраиваюсь, надеюсь, что возьмут, хотя не знаю. Теперь надо пройти обследование и выяснить, что, почему не имеют конечности, и можно ли с этим что-то сделать. и четвертая задача у меня это похудеть. Похудеть хотя бы на 10 килограммов на первое время, и дальше, конечно, хотелось бы еще дальше, то есть, может быть, по-хорошему килограммов на 30, но это такая планка, которую сразу нельзя себе ставить. То есть, на данный момент не знаю за какой период времени, но может быть год я бы себе дала за год на 10 килограммов. И в дальнейшем просто заниматься именно этим вопросом. Переходить на спорт, потому что спорта в моей жизни очень мало, то есть, я работаю в основном за компьютером. Иногда, как я уже говорила, я что-то шью или хожу с детками на пленэр. вот. Так что вот так вот. Вот такие вот новости. И, в общем-то, новости в том, что у меня происходят изменения, и просто, чтобы избежать каких-то лишних вопросов, а почему поменялся название канала, а почему вы больше вот это не снимаете, а почему вы снимаете вот это. вот. В общем, хочу сказать, что в ближайшее будущее появится больше рецептов, рецептов правильного питания на канале. Также появятся мастер-классы и всякие DIY полезные. Ну, мастер-классы, наверное, для даже не мастер-классы, а скорее такие вот рабочие моменты в области моих, моего хобби, моего увлечения, моей работы, в некотором смысле надомной, да, связанной с украшениями из полимерной глины и кожей и проволоки. Вот. То есть какие-то рабочие моменты в виде мастер-классов, то есть такие кусочки, процесс, как я делаю то-то, то-то, то-то. Также появится DIY на тему развития канала, либо что-то, каких-то штучек для того, чтобы канал совершенствовался. не только мой, то есть чтобы вы, например, тоже брали себе что-то на заметку и этим пользовались для своего канала, если он у вас есть. Вот. Так что пока что вот так. И также сейчас вот кто знает, кто смотрел мои видео новые за этот период, когда я уже приехала, да, вот появились, вы знаете, что мне прислали товары на обзор, так что в ближайшем будущем будут появляться такие видео. В связи с моей озабоченностью по поводу моего же здоровья, я этим как бы этим вопросом напряглась очень сильно, поэтому если мне поступает предложение попробовать какой-то продукт полезный для здоровья, я с удовольствием соглашаюсь. Так что появятся обзоры товаров, это обязательно и как бы, ну, это будет. Мне это интересно, так что не вижу причин. Вот, это из того, что вот такое вот ближайшее будущее. вот. И еще что хочу сказать, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, добавляйте видео в понравившиеся и участвуйте в каких-то розыгрышах, которые я устраиваю. И хочу такую затравку сделать, что когда мой канал наберет ровно тысячу подписчиков, будет мегаглобальный конкурс, крупный, с довольно интересными призами. Пока не буду ничего рассказывать, подробнее таинства, не буду раскрывать всех тайн, пусть пока что будет такая дымка на этой теме, но имейте ввиду, что поучаствовать стоит, потому что скажем так, приз будет эксклюзивный и в продаже вы если найдете это, то за очень большие деньги. Так что спешите, может быть чуть позже, то есть когда количество подписчиков будет приближаться к тысяче, я более подробно расскажу об этом конкурсе, о подарках, но пока вот так. Вот такие пока изменения, надеюсь, что было не скучно, было интересно послушать. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии, я всегда все читаю, даже спам читаю и удаляю его, если хочется. Вот, так что пока, увидимся в следующих видео. Пока.